Добрый день, уважаемые зрители, телеканал Уллправда ТВ. Вы смотрите телепроект ГОСТЬ-студии. Меня зовут Антон Никонов и сегодня я с большим удовольствием приветствую героя нашей программы Артема Белова, главного дирижера и художественного руководителя Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи, стартующей завтра, фестиваль Ленинского мемориала под названием «Летний сезон в усадьбе». Расскажите немного о его программе. Я знаю, что фестиваль насыщенный, в нем принимают участие все филармонические коллективы. Немного вкратце поговорим о его программе, ну и непосредственно о том, что будет представлено Оркестром народных инструментов. Вы знаете, на самом деле это уникальное событие. Дело в том, что весь фестиваль пройдет на одной площадке. Это такая просто потрясающая красота. Мы в устроенная сцена в усадьбе семьи Ульяновых по адресу улица Ленина, дом 70. И дело в том, что в принципе мы первый такой проект уже в 2020 году провели. Летних сезонов. Это было несколько по-другому. Там была неделя симфонической музыки, потом неделя народной. Здесь же мы пошли уже по нескольким направлениям. В частности, представляем шесть таких достаточно конкретных направлений. В частности, тематики концертов «Специальный гость», «Мир танца», «Музыка», «Поэзия», «Проза», «Вечеринка Акустик Лайф» – такая очень интересная программа. «Концерты на бис» и «Школа воспитанного ребенка» – это для нашего подрастающего поколения. Как интересно. То есть такая программа, затрагающая все, возрастает и найдется интерес для каждого. На всех ус. И для молодежи, в частности, для молодежи очень интересная вот эта вечеринка «Кустик Лайф». Впервые, наверное, Ленинский мемориал проводит такой проект. Это будут и соревнования по брейк-дансу, и современная поп-культура. На мой взгляд, это тоже очень важно с нашей стороны, как привлечь новую аудиторию. Ну а для ульяновцев окунуться в эту культуру, в преломлении, допустим, такого антуража, как, например, летняя усадьба. Мне кажется, достаточно интересное сочетание. В частности, допустим, специальный гость, вот такой, можно сказать, флагман, главное направление. Здесь к симфоническому оркестру приедет замечательный вокалист Петр Захаров из Санкт-Петербурга. Мы же, в свою очередь, выступим с мультиинструменталистом, так как он вообще по образованию гитарист. Но сейчас он играет на очень интересном инструменте, а именно на стеклянной арфе. Или на бокалах. Знаете, это бокалы с разной звуковысотностью. Вот, выстраивается целый звукоряд. Порядка 30 бокалов, в частности, на его инструменте Александр Лемешев. Вот, очень виртуозный исполнитель. И, в частности, он играл с различными, очень известными коллективами. Ну, таким, как, например, Новороссия Башмета. Вот, с магаданским, с белгородским оркестром. Ну, в общем, одним словом, достаточно титулованные исполнители. Вот, мы с большой радостью ждем его. Это впервые будет? У нас, да, это будет впервые. Впервые, ну, насколько мне известно, стеклянная арфа еще не приезжала. И, по крайней мере, с Народным оркестром не работала. А как она транспортируется? Воду он тоже свою привозит? Или это не имеет значения? Вот, вы знаете, тут, конечно, я не подготовился к интервью. Наверное, мне надо было ему позвонить, спросить. Наверное, вот будет же такой вопрос задан. Нет, вы знаете, я, к сожалению, не в курсе. Потому что тоже буду впервые работать с подобным инструментом. То есть, будут какие-то репетиции тоже? Безусловно, конечно. Концерт наш с ним состоится 8-го числа, 7-го мы его ждем на репетиции. Во второй половине дня она состоится. Так как у него достаточно серьезный график концертный. И вот он только вечером 7-го числа сможет к нам приехать. Мы проведем одну репетицию. Слушайте, ну это просто в полном воплощении звуки природы. Звуки природы, звуки воды сыграны в формате open air. То есть, это все будет открыто. И все это вообще колоссальная такая коллаборация, так скажем, в интерьерах жизни, которые будут представлены слушателям. Более того, сама программа очень разнообразна. Мы затронем практически все направления, все эпохи. Мы сыграем музыку Баха и Моцарта. А вот на этой стеклянной арши? Да, да, да. Фантастик. Прозвучит Чайковский, ну и современная музыка. А вообще где-то учится на этом инструменте? Или это сам человек рассказывает? Есть мастер-классы за рубежом, насколько мне известно. Александр их проходил и, в общем, совершенствовал свое мастерство. Так как он по образованию гитарист, я думаю, что так несколько тоже спонтанно пришел к этому инструменту. Но, разумеется, вдохновившись, влюбившись в инструмент, он начал совершенствовать мастерство. Ну, в консерватории пока что не учат на этом инструменте. Это все-таки такая прям экзотика и, наверное, единица, кто на нем играет. Конечно, конечно. А вот в детской программе, вот эта школа воспитанного ребенка, что там такого необычного? Ну, во-первых, в этих программах там очень интересная такая методическая часть, она обучаемая. Эти программы, они призваны не только, скажем так, дать некий концерт, представление, шоу, а все-таки еще чему-то обучить. В частности, будут разбираться вопросы этикета, правил дорожного движения. На мой взгляд, это важно, тем более в современном ритме, так сказать, города. Мы живем, и дети должны все-таки какие-то вещи, ну, вот уже с раннего возраста постигать. Да. И самое-то главное, конечно же, это концертная часть, которая будет озвучивать ансамбль. Надо узнать, как вообще ПДД и музыка, как вообще, как это все связано. А вот надо прийти и посмотреть. Ну, это интересно, действительно. Это интригует. Это авторы наших проектов, они умудряются. Это все засекречено, сейчас это невозможно. Вы знаете, да нет, я могу рассказать, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать об этом. Здесь искусство сочетания слова и музыки, это в первую очередь. Ну, а потом, когда материал сам по себе очень качественный, всегда проект становится успешным. В частности, например, Оркестр народных инструментов 15-го числа в рамках этой школы воспитанного ребенка будет показывать мюзикл «Римский музыкант». Ну, это уже классика, да. Конечно, это классика. В двух частях или только первой? В одной. В одной, только в классике. У нас первая часть все-таки она такая методическая. Ну, и она популярная, но еще и до этого дети все-таки будут обучаться. То есть здесь будет художественное чтение, музыка и плюс непосредственно какие-то виды обучающие непроявленные. Да, они будут немножко разделены, то есть все-таки обучение – это одно, концерт – это другое, но в какой-то момент хитросплетения он будет… Это интересно. Ну, и, конечно же, что же Оркестр народных инструментов будет представлять? Чем вы удивитесь в эти дни? Ну, наша такая вот, да, премьерная программа. Ну, премьерная почему? Потому что мы с нее начинаем. На самом деле программа эта уже достаточно широко исполнялась в Ульяновске и за пределами. В частности, недавно с этой программой, которая называется «Неформат», почему такое название, я расскажу несколько позже. Вот с этой программой мы недавно были на первом уральском форуме народных, национальных даже они назывались, национальных оркестров России. И вы знаете, ну, несмотря на то, что там такая достаточно публика была образованная, ну, это дирижеры, коллеги наши, это педагоги консерваторий. То есть, ну, скажем так, люди, ну, как и консервативных взглядов, как и каких-то неких традиционных, в частности, вот был Михаил Ивханицкий, профессор, академик Российской академии музыки имени Гнесиных. И, конечно, подобная программа могла вызвать, ну, скажем, неоднозначную оценку. Но, тем не менее, все-таки, как мне показалось, и уже потом, впоследствии, в разговорах с уважаемыми коллегами, что, в общем-то, мы, ну, смогли доказать, что народный оркестр может все. Вот. А, собственно, программа, как, возможно, вы уже догадались из названия, ну, из той моей, как бы, подводки, оценки этой концепции, она непростая. Дело в том, что в этой программе мы исполняем то, что народный оркестр, как правило, не играет, в частности, это может быть музыка известная всем, но при всем при этом не звучащая в народном оркестре. В частности, мы использовали, исполняли симфоническое скерца Поля Дюка «Ученик-чародея», и оно очень известно, может быть, никто не знает его по названию, но оно используется во многих фильмах, в частности, «Ученик-чародея» вот с Николс Кейджем. Допустим, она использовалась в фантазии Уолта Диснея 1940 года, где Микки Маус с чародеем, Микки Маус должен наполнить чан с водой, и там происходит вот с метлой, значит, вот этих интересных достаточно вещей превращения, потоп, в общем, ну, такое он очень интересное сюжетное сочинение, и его музыка, она действительно используется в очень многих фильмах, сериалах, мультфильмах. Вот, в частности, вот это из классики. Что касается уже такого более, еще более известного, то, например, мы планируем 6 числа непосредственно исполнить музыку к кинофильму, саундтреки будем их так называть, саундтреки на фильм «Гарри Поттер». Ну да, это необычный народный маркетинг. Да, да, это достаточно редко. То есть, у вас есть уже партитура, аранжирование, да? Как они попали в Ульяновск? Каким путем? Вы знаете, ну вот в частности, вот эту фантазию на темы из «Гарри Поттера» сделал мой коллега Александр Зуй. Мы с ним давно дружим, это смоленский дирижер. И вот он, так сказать, испытывая огромную любовь к такого рода музыке, в свое время сделал такую фьесу. То есть, это произведение обыгранное уже? Она обыгранная, да. Мы делали ее в 18-м году, если я не ошибаюсь, такой пилотный проект форматов «Тарелки» в Волготаву. И собрали, в общем, полный зал. То есть, все студенты послушались, да? Студенты, и они там, конечно, на ушах стояли. То есть, молодежная программа, абсолютно. Это вот один, так скажем, из маячков популяризации народного оркестра в молодежной среде, правильно? Именно. Именно популяризация народного оркестра в молодежной среде, а не популяризация музыки к «Гарри Поттеру». Да, да. Вот я хочу об оркестре сейчас поговорить. Это вот и наш, как бы, такой вот… Насколько сегодня действительно актуален народный оркестр в молодежной среде? Какой, так скажем, облик, портрет вашего слушателя в Ульяновске? Вы знаете… Какого возраста? Вот могу сказать честно, когда, скажем так, года 4-5 назад я приезжал как проектный дирижер, ну, очень редко я имел удовольствие наблюдать молодежь в зале. Сейчас же ситуация немножко меняется. И, действительно, к оркестру уже тяготеет средний возраст. И, в частности, вот иногда иду по городу, просто идет пара с ребенком. Ребенок подлетает ко мне. Ой, там, значит, дядя Артем или как-то так, в общем, здорово. Здорово. Или, там, маэстро иногда там какие-то слова. Какие мощности в этот момент? Ну, это приятно не то, что тебя узнали, а приятно, что люди ходят. Конечно. Вот что приятно, и что это молодая пара, и они, как бы, ну, явно не один-два раза у нас были. То есть, они действительно знают, они ценят, уважают, и они ходят. Вот это очень важно. Ради этого мы и работаем, чтобы все-таки как-то и преемственность, вот эта традиция, она... То есть, слушатели вы омолодили, так скажем. Да, да, конечно. Вот из того контекста, что было раньше. Иначе мы просто без слушателей можем остаться. Время-то идет. Ну, действительно, смена поколений меняется. Вообще, сколько сегодня человек в оркестре, достаточный ли состав? Потому что я знаю, что в 2000-е годы оркестр был колоссальных составов, и на некоторых сценах даже не умещался на концертных площадках. Ну, если бы не умещался, делиться надо было. Ну, вы знаете, сейчас в оркестре порядка 26 человек. И надо сказать, что, несмотря даже на такой небольшой количественный состав, мы решаем большие художественные задачи. В прошлом сезоне мы, например, сыграли такую вещь, как симфоническая сюита в четырех частях Римского Корсакова «Шахереза». На минуточку, эта пьеса рассчитана изначально на большой состав симфонического оркестра, да. А здесь мы как-то вот... Все-таки удалось воплотить. Мне кажется, скорее, да, со знаком плюс, чем минус. Ну, исключительно основываясь и на своих внутренних ощущениях, и на мнениях, которые выразили наши коллеги. Это не только музыканты или, там, дирижеры Ульяновской. Это люди со всей России, в частности, и мой педагог. Поэтому, в общем-то... Ну и, конечно же, слушатель. Слушатель тоже воспринял замечательное это сочинение. Мы планируем его, таким модным словом, будем говорить, прокатить по нашим гастролям. В частности, в марте месяце 22 года мы его покажем в Казани на сочинении. Вот. На базе этой сюиты мы планируем показать в октябре сказку для детей. То есть, опять-таки, видите, я пытаюсь сделать программы «Трансформер». То есть, даже несмотря на то, что это серьезная музыка и вроде как это вечерний концерт, но есть желание, чтобы эту музыку, великую, гениальную музыку услышали дети. Поэтому, вот, в преломлении, так сказать, слова, в сочетании со словом, да, мне кажется, что дети совершенно спокойно, даже не привыкшие, к сожалению. Ведь лет сто назад дети могли это слушать. А сейчас настолько вымыто сознание, размыто всеми этими мультиками, клипами, мышлениями. Ничего против фиксиков не имею, но вы понимаете, о чем я. И здесь вот приходится хитрить. Поэтому, может, Херезада в сочетании со словом. Артем, ну, все-таки я хочу сказать, что в век тиктока, да, а сейчас поколение такое уже среднее, вот до 20 лет мы будем так говорить, я думаю, что уже и «Гарри Поттер» это все-таки классика. Конечно. Какие-то еще, вот так скажем, хайпы может оркестр придумать? Я не знаю, там что-то. Знаете, сейчас есть такие популярные уже форматы, когда танцующий оркестр отказывается от стульев, от пипитров и какие-то вот, ну, просто, я не знаю, визуала больше добавляется. Такие программы возможны в Ульяновске и вообще нужны ли они Ульяновске? Вы знаете, ну, вот я вам так скажу, танцующего оркестра у нас пока нет, иногда поющий, безусловно, но этим никого не удивишь. Вот, понимаете, я на данный момент, наверное, вот моя концепция такова, что я не пытаюсь только удивлять. То есть, если я пойму, что мне в этой программе нужно, чтобы оркестр танцевал, ну, значит, мы будем танцевать. Подобная программа экспериментальная, если вот хотите, да, она была у нас, она называется «Битва солистов», где каждый солист был несколько в своем амплуа, и мы действительно устроили некий батл на сцене. То есть, концепция была такова, что ведущая выходила на сцену и рассказывала в таком, знаете, старинном стиле, что на земле матушки, в симбирской земле появился такой-то оркестр. И вот, значит, из них пошли солисты, и каждый во что гораздо, значит, перебивал другого и пытался отвоевать свой кусок этого счастья. Понимаете, вот в таком ключе, как бы мы это построили, ну, и пьесы, действительно, сами-таки все были зажигательные. В частности, наш контрабасист исполнил фантазию на тему «Скантаты Кармина Бурана». Шестого числа тоже. В программе не формат, это произведение будет звучать. Это наш Бронислав Семичев, очень колоритный, надо сказать, артист. И вот, а потом там выходит, допустим, не знаю, там листка и что-то другое. Что-то, что-то такое, да, вот на контрастах. Вот, ансамбль «Трио Лукоморье», они выступили вообще в образе «Трус-балбес-бывал». А, здорово. Вот, поэтому, да. Погайдают, да, так ли? Да, да. По этим темам мы прошлись, конечно. И шлем Бронислава присутствовал, а он, собственно, и был тем самым. То есть, он такой же фактор, как в Аргунове. Да, да. А кто же «Трус»? Кто-то был? Константин Новичков-Никулина, а Витцин – наш несравненный Александр Бурменцев. Да, интересно. То есть, все-таки такое воплощение… Ну, вот вы спросили про танцы, как бы про танцы нет, не могу сказать. Но вот какие-то такие вот перевоплощения мы делали. Ну, не обязательно танцы просто, да. Но все-таки все равно. Вот я сейчас по вашему рассказу, я чувствую, что здесь, как ни крути, советская эпоха какие-то такие, а вот, я не знаю, что-то вот именно электро, электроника какая-то вот что-то вот такое. Ну, современную, прям совсем современную электронику нет. А вот, допустим, фантазия на тему песен группы «Рамштайн» у нас есть. То есть, все-таки у оркестра, как ни крути, есть воспитательная функция. Конечно. Передача поколений, да. Насколько мне известно, первый оркестр Андреевский, да, то есть это все… Это же был только струнный оркестр, там же не было даже бояр. Да, да, ну, собственно, как и симфонический оркестр, он тоже развивался постепенно, не сразу туда, и саксофон пришел только с безе. А что-то из музыки Андреева сегодня вы играете? Вы знаете, да, и я вам должен сказать, что мы посвятили вот фестиваль, прошедший в июне месяце, провели большой фестиваль. Это тоже, кстати, было впервые на Ульянской земле. Мы встретили ряд потрясающих коллективов из, в частности, Тольятти, Казани, Екатеринбурга, Липецка. Приехали к нам оркестры, целые оркестры. И мы буквально в неделю провели такой достаточно крупный фестиваль, семь концертов всего прошло. И вот концерт-открытие – это было посвящение Василию Васильевичу Андрееву, и весь фестиваль мы посвятили его 160-летию со дня рождения. А что-то из современной музыки академических композиторов сегодня вы исполняете? В репертуаре оркестра есть? Вы знаете, мы недавно, относительно недавно, позапрошлом сезоне, играли музыку Ефрема Подгальца. Скажем, Екатерина Мочилова – очаровательная солистка, домристка, приезжала к нам, и мы играли. Ну не премьеру, но одни из первых мы сыграли с ней первую часть. Замечательный концерт, времена года в Москве, вот он так называется. Концерт для чего? Для домры с оркестром. Для домры с оркестром, да. Вообще у нас, безусловно, в планах идти в это направление. В частности, в ноябре мы должны будем играть премьеру, такой, знаете, ну, скорее, да, музыкально-литературная композиция, можно ее так назвать, или так, «Сказка с оркестром». Светланы Новиковой и Бородиной. Скорее всего, лягушка, по-моему, так называется. Я еще партитуру не получил, понимаете? То есть, это будет премьера, автор к нам приезжает, она будет выступать в роли чтеца, и вот, ну, можно сказать, что мы играем в сочинения современных композиторов, пишущих специально для народного оркестра. Ну, это прекрасно. Артем, конечно же, хочется еще поговорить вот о таком формате, как концерты на бис. Что это такое? Что за произведения такие на бис вы исполняете? Ну, вот, в частности, программа «Неформат», она и входит в этот мейнстрим концертов на бис. Симфонический оркестр представит вот программу с Петром Захаровым, а духовой оркестр представит программу, как бы такую некую сборную, будем так говорить, программу из всего того лучшего, что в прошлом сезоне они исполнили. Дело в том, что с прошлого сезона работает прекрасный дирижер, мой коллега Кирилл Ильин, и они сыграли порядка 250 новых произведений, что для духового оркестра достаточно много. На самом деле это все вот благодаря его какому-то, знаете, энергию, энтузиазму, и были интересные программы, посвященные музыке и кино, и были программы таких как бы латинских направлений, латинских танцев. Я хочу для наших зрителей напомнить, что Артем Белов – приезжий дирижер, и теперь уже постоянно работающий в Ульяновске. Все-таки, как ни крути, Ульяновск – это не музыкальный город. Мы – родина словесности. Гончаровка, Рамзин, Минаев, Азнабишин, и эти имена, гремящие на всю Россию, и, конечно, город, и литературный город ЮНЕСКО, и всевозможные фестивали писательские проходят в Ульяновске. То есть мы чисто вот уделяем большое время словесности. В Ульяновске достаточно такая музыкальная культура, заканчивающаяся на среднем уровне. Если говорить в плане образования, у нас нет консерватории. Ну, несмотря на то, что есть музыкальное образование высшая факультет культуры искусств в УЛГУ, но как-то вот такой уж глобальной музыкальной истории о том, что можно говорить там громко и долго, не получается. Как вот вы, дирижер с столичным образованием, решили осесть в Ульяновске вот в таком достаточно провинциальном городе? Ну, вы знаете, всегда, как говорится, всегда легко там, где не трудно. Конечно, в Москве огромный конкурс, в Питере, даже в Казани, в оркестр, и дирижер вот может как бы проводить какую-то ротацию. Хорошая история. Наверное, я был бы рад и счастлив, если бы здесь было так же. Но, действительно, вы правильно сказали, нет консерватории, и здесь мы должны работать и воспитывать. Уж простите за это слово, но дирижер – это и педагог тоже, безусловно, не только музыкант, который вынашивает свою концепцию, передает и музыкантам и так далее. А все-таки это еще и, ну, где-то педагог, хочешь или не хочешь, но ты, как артист оркестра, должен следовать. И если, опять-таки, навыки, которыми обладает музыкант, в частности, да, вот в нашем, например, оркестре, не позволяют исполнить, выполнить предложение, просьбу дирижера, то тут уже, слава богу, я как струдник немножко, да, все-таки я могу подсказать, могу рассказать. И, в общем-то, потихонечку ребята растут. И в технологическом отношении тоже. Вот. Это я просто говорю к тому, что не надо пугаться трудностей. Я ведь в свое время работал и в Смоленске тоже целый год, в оркестре Дубровского. Ну, должен сказать, что там, конечно, струдники очень сильные. И оркестр очень помнит традиции великого дирижера Виктора Павловича. О нем знает тоже не только вся Россия. Уж Беларусь-то точно, но и весь мир, я думаю, тоже. Три года работал в Тверском оркестре. Но там как раз, если говорить о навыках музыкантов, там, наоборот, похуже. Но при всем при этом мы все равно, так или иначе, достигали определенного уровня. И даже были на гастролях в свое время в Ульяновске. Вот где-то вот в тот период, когда наше знакомство с Ленинским мемориалом завязалось. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, хотелось бы вышки. Нет, ну и не надо. Мы будем стараться. У меня есть тоже студентка на факультете. Мы будем приглашать студентов, которые, может быть, ну так или иначе остались за бортом, поступая в Гнесинку или же там в Петербург, в Петербургскую консерваторию. Пожалуйста, мы открыты. И опять-таки есть где работать. Есть прекрасный, на мой взгляд, оркестр, который растет хорошими темпами. Есть отличные планы в плане гастролей, в плане развития, репертуара. А вот поэтому меня это не испугало. А что касается города, ну и все-таки, ну все-таки красавица Волга. Как бы это не было уже стандартно, избито. Но действительно, когда проезжаешь мимо обелиска и видишь эту красоту, взгляд волей-неволей, там надо вообще знак поставить 20 километров, чтобы ни в коем случае ты вот, так сказать, проезжая... Не задумался, не затонул. Задуматься можно, и лучше это будет на скорости 20. Вот, поэтому, надеюсь, знак там не поставить, иначе меня, как автолюбители, в общем, поругают. В общем, одним словом, все складывается так, как должно быть. Все замечательно. Природа, люди и... И искусство. И широта для творчества, потому что для дирижера этого важно. Я благодарю вас, что вы сегодня посетили наш телеканал. А нашим уважаемым зрителям напомню, что сегодня героем телепроекта «Гость студии» был главный дирижер и художественный руководитель Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов Артем Белов. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Нам всегда есть, что вам рассказать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok